У нас уже есть раз пакет недорогой, раз пакет... Ой, блин, они еще одинаковые. Может быть, мы им по четвертинке будем отрезать и себе что-то оставим потом? Хорошо. Водно. Я дороже эклеров в Ростове вообще не видела, это самое дорогое. Так, я, в принципе, мне кажется, в жизни не пробовал таких дорогих эклеров. И поджиг. Так, друзья, мы приехали на локацию. Сейчас мы будем закупать эклеры. И мы решили, каким образом это делать. Мы не будем говорить ребятам, откуда какие. Да, откуда какие. И вообще, где мы их брали. Единственное, нам надо будет их из коробок дома как-то расписывать. И вытащим лишнее. И самим при этом не забыть, что откуда было. Не забыть, что где. Да, вот. Для чистоты эксперимента. Такие мы молодцы. Да, такие мы выдумщики. Называется булки и торты. Заведение. Вот мы здесь берем сникерс. Берем здесь фисташка, малина. Берем манго, маракуйя. И еще решили добавить малиновый. Вот, по 130 из каждой. Будем пробовать. Но мы вообще не знали про это заведение. Мы что-то мимо всех всегда проходили. Здесь никто не был. Так что это вообще чистый эксперимент. Мы решили дойти до самой крайней точки. Там начать закупки. И потом, возвращаясь к машине, где мы запарковались, докупать остальное. Чтобы не таскаться с пакетами туда и обратно. А в итоге мы практически сразу купили первый же пакет. Ой, какая толпучка тут. Вот, купили первый же пакет практически недалеко отходя от машины. Не отходя от кассы, как говорится. Да, далеко не отходя. Вот. Фу, я как будто умный иду. А это неправда. А это неправда вообще ни разу. Тут два дурака получается. Два балбеса, это сила. Можно нам с собой эклер сникерс? Наверное, манго маракуйя тоже. Классический и малиновый. Анатолий. Сейчас я сниму, это все красота. И вернусь. Точно сникерс? Угу. Точно манго маракуйя. Хорошо. А малиновый мы тоже должны взять. Это точно сникерс, манго маракуйя, ванильный и мариновый. Правильно? Вам как-то красиво упаковать или можно просто? Не, можно обычно. Хорошо. Так, это... А как это называется? Это называется ветровый дом. Это какая-то ВИП-кондитерская. ВИП-кондитерская. Ну вот. Мне очень нравится, как выглядит вот это. Так вот это все выглядит. Вот это шоколады. Что? Где? Это шоколады, красивые. А, ну да. Тарты, да. И они, кстати, крупные достаточно. Опять же, 600 рублей за тарт. А, ну и эклеры, я... Эклеры здесь уже 280. То, что вон купали, были 120. Влетели в этот и даже не сняли снаружи. Вот она, ветровая бейкера. Кстати, в углу это она сама сидела. В зале в самом? А, ну вот, короче, это какая-то ВИП-кондитерская, именная какого-то одного кондитера. По ценам сразу видно, что ВИП-кондитерская. Ну вот и узнаем, знаете ли. Посмотрим. Да, как отреагируют ребята. Мы-то знаем, что сколько стоит. Ладно, все. У нас уже есть раз пакет недорогой. Раз пакет... Ой, блин, они еще одинаковые. Почти, почти, почти. Вот, дорогой повыше. Кстати, насчет... Не вау. Надо сказать, что мы очень любим, да, бутик эклеров. Но мы любим его из-за кофе. У них эклеры ужасные. Эклеры у них всегда... Да, у них вообще, в принципе, всегда называлось бутик эклеров, а в нем не было эклеров. Вот, а когда они появились, лучше бы они не появлялись. Мы решили, что в плане эклеров мы даже их рассматривать не будем. Да, ну мы один раз их накупили, большую коробку, и как-то вот не могу сказать, что... Нам не понравилось, и все. Да, я помню эти недоеденные эклеры, которые два дня у нас лежали. Субь и горки. Да, и я уже, по-моему, сострадание часть из них спас. Ну, как спас? Переварил? Да, нет, пожертвовал своей фигурой. Вот. И второй фактор, то, что, в принципе, Катя знает, как они там выглядят, и это будет не чистый эксперимент. То есть мы как раз решили взять в таких местах, где разная ценовая категория, где не знает ни Катя, ни Игорь, откуда это все. Что это, и сколько это стоит. И сколько это стоит. И чтобы вообще был чистейший эксперимент, нравится, не нравится, внешний вид и вкус. Вот такие мы хитрые. Да, и примерно, чтобы они сказали, когда попробуют, сколько это могло стоить. Они, конечно, очень сильно узнаваемые, и этот эксперимент у нас не получится. Можно ванильный, дорогой, обычный. Вот цены. Получается обычный 99, 48, 59. Там есть еще новинка. Сейчас. Вот мы новинку еще взяли. Вот она, вот она, и одна намилака. И вот я вот трону с ромашкой, короче, вот цену. Вот так вот это все выглядит. Это культа Клера. Вот для чистоты эксперимента мы попробуем эти стикеры снять, чтобы не было понятно, откуда это все. Вот само заведение такое. И наши пакеты в ряд. Да, и наши пакеты. Ой, это мы. Hello. Да. И наши пакеты в ряд. Три штуки. Это там получится шоу. Да, у нас все, девочки, мы на шопинге. Так, короче, вот я вам уже зал показал, витринку показал, все, что там красивое продается. Цены показал. Вот такой вот этих логотипчик. А, еще, кстати, прикол, они дают такую бумажку, вот сейчас я сфоткаю. Вот. Ой, сфотка, говорю, сниму. Они там штампики ставят, и потом эклеры в подарок идут, если какое-то там количество покупаешь. Так, мы пришли в Керс. Это место, которое Катя принципиально не любит. Но мы решили. Вот, нам надо обязательно клер-ванильный взять. Он выглядит один в один внешне. Так, и здесь будет клер-клера. Есть еще клубника. Так, сейчас еще вам покажу, в принципе, что здесь еще есть. Очень красивый круассан, очень красивый лавандовый цвет такой. Или какой это цвет? Очень красивый. Сиреневый. Не знаю. Ребята, напишите, что за цвет в конце концов. Лавандовый или сиреневый. Да. Что? Классан, слышу. А ты видишь, что квадратный? Классан. Так, вот так выглядит зал. Итак. Ну, еще нужно сказать, что эклеры разных ценовых категорий. Правильно? Здесь есть две средние ценовой категории. Ну, то есть, они не очень сильно отличаются друг от друга. Но одни подешевле, другие чуть подороже. И одна из этих, как это, тарелок содержит очень-очень богатый ценник. Ну, вот с золотом. Относится к разделу VIP. Да. Вот съедобное золото, где правильно? Мы не будем вам подсказывать ни в коем случае. Вы должны сделать... Потому что здесь на всех, а здесь только на одном что-то брось. Или это от этих отлетело? Вы можете сначала посмотреть на это все и предположить, что будет наиболее вкусно. И сколько, что это стоит. А потом будем пробовать. Вкусные будут вот эти. Так. Так. Вот эти? Вот эти самые вкусные. И вот эти дешевые. А это самые дешевые. И вот эти дешевые. И вот эти дешевые. Так, чтобы вы запомнили предположение. Но я считаю, что самые дорогие это вот эти. Но вот у этих мне не нравится тесто. Оно выглядит очень плохо. Так. Ну, я считаю, что они самые дорогие. А как тебе кажется, какие будут самые вкусные для тебя? Мне, которые понравятся. Ну, вот эти мне тоже, кстати, нравятся. Но уже Катя их выбрала. И что мы с вами в столе? Можем выбить, можете выбрать. Вот это вот прям детский сад солнышка. Вообще с ромашкой. Это детская поделка. Мне кажется, что вот эти самые вкусные, а вот эти самые дорогие. Вот эти, да, самые дешевые, но эти хотя бы по размеру тут что-то пытались что-то изобразить. А здесь даже не пытались. И вполне возможно, что вот это, это орехи. Хотя вот здесь-то вот золото налепили и бусины какие-то даже бросили. Я думаю, что самые дешевые вот эти тогда. Это сад ромашка. Да. Так, ну что? Тогда я вам режу и вы пробуйте. Давай по порядочку. Давай, как мы решили, самые дешевые, с них и начнем. Давайте. Что, самое несимпатичное, это вот это вот. Какая? Вот это какашечка. Какашечка? Какашечка. Так, мы начинаем с самых, на ваш взгляд, дешевых. По возрастанию вкуса, как мы ждем. Да, мы как-то лучше. Я буду подавать вам руками. Так, а может быть... Я руки помыла. Светлана, а может быть мы им по четвертинке будем отрезать и себе что-то оставим потом? Хорошо. Поздно. Игорь! Это очень... Мне не нравится этот крем. Угу. А мне нравится. Мы вам скажем в конце, в самом конце уже, что, сколько стоило и откуда это было. Я бы в это место не пришла. Угу. Давайте следующий. Игорь, а тебе как... По вкусу это что у вас было? Ну, это сливочное что-то. Это сливочное? Подожди, я тебе салфетку сюда возьму. Я не люблю просто дешевую выпечку. А, нет, как я вот сюда... Дай мне. Невкусно. Ладно, давай мне вот эту жопу. На тебе жопу. Давай мне жопу. Игорь, бери. Ой. Это манго маракуйя, что ли? Давай, Светлана, пили. Да. Мы тоже должны попробовать. Ну, вот это получше. Хотя на вид оно очень эпихитно. Но оно выглядит химозно. И там кокос. Ой, смотрите. Там кокосовая стружка. Угу. Я вкус вообще как будто не понимаю. Но маракуйя какая-то есть. Да, маракуйя однозначно есть. А на чушку? Не, на самом деле мне даже понравилось как будто. Вот этот белый, конечно, был отвратительный. Шоколадный? Давай. Ну, еще. А вот шоколадный похож на культа Клера. У них подобный есть, как какой-то типа сникерс. Не, начинка не похожа. Игорь. Мы, кстати, старались выбирать, ну, более-менее схожие по вкусу, да, чтобы это не было прям принципиально разное. Ну, это неплохо. Он просто сладенький. При этом такое впечатление, что шоколад, он вообще безвкусный. Вот я в целом, у них вот вообще, у всех, вот этот третий, я не понимаю вкус. Да, они очень какие-то усредненные. При этом удивительно, что здесь сейчас они не замороженные, то есть они должны быть с ярким вкусом. Я начал в какой-то момент даже забывать, откуда это. Внутри начинка, ну, это какая-то ягода, типа смородина. Анатолий, бери. Они абсолютно одинаковые, они все вчетвером, они тупо сладкие, и в них много крема. Ну, вот этот вот чуть выделяется. Ну, для меня это очень похоже на магазинные Клеры, которые вот есть упаковками вот эти вот. Вот это хотите, да? Я думаю, мы с тобой одинаковые уже. Так, я переставил сюда бумажку, мы там положили ту, которая была. Вообще, ощущение, что вы это брали в каком-то заведении, которое реально на детей ориентировано. На детей, да. Как-то прям, что это из этих? Это какая-то желейка внутри. Ну, тут кокосовой стружки много. Ну, это хотя бы со вкусом. Это такая штука. Это вкусно. Ой, прям яркий вкус. Тут очень прям какой-то цитрус яркий. Недрена, мать. Они кисловатые, да. Но мне не нравятся. Они кислые, и в них опять-таки слишком много крема. Вот это на классическое, наверное. Это вот прям, как будто мы отмечаем Луне три годика. Нам три годика. Луна, три годика и один день этой красотки. А у меня надежда, что вот этот будет вкусным. Блин, тут слишком... Тут реально, ты видишь, сколько там крема. И при этом тоненькое тесто. Это плюс. Так, разрез. О, ну прям... О, ну красиво. Нет, мне не нравится. Не нравится? Нет. Ну, по вкусу мне тоже не очень. Тесто какое-то... Оно какое-то слишком хрустящее. И оно тоже, оно просто тупо сладкое. В нем нет оттенков вкуса. Но здесь, да, мне кажется, не хватает вот ощущения теста вот этого вот самого привкуса. Я начинаю подозревать, что мы сейчас все перепробуем, и все нам не понравится. Так. Детский сад Ромашка. Ой, вот это, как раз, издевательство какое-то. Ну, вот этот получается самый извратский по вкусу, потому что здесь внутри, я вам сразу говорю, Маркула... Было заявлено, что там есть Ромашка. Ромашка. То есть он с Ромашкой. Да. Так, пилите Светланам тоже. Сейчас Светлана будет пилить, подожди. Уж мне такие куски достаются. Ты думаешь, там вот у тебя невкусное, а в других местах вкусное, да? Нет, я не чувствовала оттенков. Ой, у меня с Ромашками. Так, давайте разрез посмотрим. На разрезе вот так. Но мне этот нравится. Мне нет. Но он интересный хотя бы. По сравнению со всеми предыдущими. Но у него есть оттенки вкуса. Он хотя бы какой-то, да, выделяется. Нет, мне нравится, у него какой-то сложный вкус. Да, вот именно что-то, да. Но слишком много крема и слишком мало теста. Ну, в этом как будто побольше теста было. У него основание было потолще. Ну, а тут, наверное, максимум. Ну, давайте последний из этой партии. Так что в целом вот эта Ромашка, это самый интересный из всех двух тарелок, которые мы попробовали. А можно мне не жопку в этот раз? Ну, вот возьми его, а я возьму жопу. Возьму его за жопу, так сказать. Ну, я правильно решила. Тут фундук. Вот под этим шоколадом. Моя сиська. Моя сиська. Так. Делитесь мнением, пока я мою нож. В факультете эклера есть вот подобный эклер. Это прям сникерс. Это сникерс. Да. Вот, правда, вкус похож на сникерс. Так вот здесь мы хотя бы говорим, мы понимаем, какие-то вкусы различаются. Ну, это уже не магазин, это уже какая-то забегаловка. Те, они были абсолютно одинаковые. Но я же говорю, вот это, вот это последнее, это чисто культа Клера. Это их сникерс. Выбирайте какую тарелку. Вот эту. Вот эту? Давай. И сразу листочек подхватывайте. Я не знаю, может из-за того, что у меня зубы мудрости лезут, я потерял какие-то вкусовые рецепторы. Все, две тарелки позади. Нет, если ты сейчас не почувствуешь вкус малины, то да, надо бить три зуба. Я думаю, вкус золота. Вот, выбирайте сами, какой кусочек нравится, какой смотрит на вас. Так. И тут вот эта вот посыпка. Так, я беру, чтобы показать ребятам разрез. Сейчас вот так вот покажу. Мне невкусно. Ну, я тоже. Крем какой-то странный. Ну, я правильно сказала, это самое дешевое тесто, самое плохое. И крем, он просто, он сладкий, там вообще нет ничего. Ну, это вкус, наверное, у тебя классический что-то. Так, вы едите золото. Больше радости на лицо. Можно немножко радоваться. Вы едите золото. Ну, это орех. Вот, видите, тут есть золото. Вот это уже вкуснее. Тут хотя бы чувствуется вот этот вот орех. Вот тут дробленый орешек, самый дешевый арахис жареный. Как он это определяет? Ну, я так не могу определить, насколько дорогой это арахис. Ну, что, это в целом арахис, это самый дешевый орех. А, просто арахис самый дешевый орех. А, это самый дешевый орех. Из арахисов, да. Из всех арахисов этого мира, это самый дешевый арахис. Это прям, это дешевка по вкусу. Это очень плохое тесто. Что мы и правили. Если это стоит дорого, то вас обманывают. Мы вас поняли. Мы вас услышали. Спасибо. Это, видимо, фисташка, да? Да, это фисташка получается. Мне жалко, что не моча. Оторви мне там пока салфеток. Дай мне вообще их сюда. Господи, ну на вас не напасешься, Светлана. Потому что я заботюсь о том, чтобы все эти вкусы не перемешивались. Это правильно. Мочи все равно похожи. Светлана портирует каждый раз нож. Это фисташка, и это дешево. Но это химозная фисташка. Мне очень не нравится это тесто. Я жду вот этого. Ну, прям вообще. Это бы тоже тесто, оно как тоже в магазинах, но которые подешевле еще даже. Ну, вот я согласна, что у них не очень хорошее тесто. Светлана, вы беспристрастная здесь должны быть. Я беспристрастная. Мне интересно очень, сколько это стоит. Потому что это с претензией на богатство. А, и внешне мы же их оценили как одни из самых дорогих. Потому что тут он фольгу налетил. Ну, это малинка, да? Это фольгу. Я заберу малину? Да, конечно. Так. Это малиновый получается. Это малина была очень вкусная. Это внутри малина, которая тупо джем либо варенье. Это не свежая малина. Вот она только сверху была, и все. И опять-таки, вот прям хорошего и яркого вкуса его тоже нет. Ну, вот если из трех, тогда вторые получаются. И ромашка, да. Ромашка получше. Ну, после такого хочется мяса. Так, Светлана, спасибо. У меня... У нас с Игорем Надежда вот на этот эклерчик, который тоже... Ну, это какая-то... Это ковальника, да. Ну, вот они для меня выглядят знакомы. Возможно, это какой-то общий поставщик по кофеям. Выбираем. Но мне не нравилось, как ты их нарезала. Ой. Они выглядят как будто черстые. Они, правда, фу. Фу. Так, дайте мне тарелку срочно. Я должен попробовать. Жопа деревянная у них. Ну, тут прям крем ваш выпрыгивает. Вот это вкусно. Это свеже. Свеженький, да? Это да. Я не могу вспомнить, но это... Это эклеры, которые я делала. Потому что это вот тесто, но я не помню, откуда оно. Блин, ну я не буду уже это брать, потому что я сейчас только как свинья поступлю. Ну, я даже слил, ты думаю, поступлю как свинья. У меня прям была надежда, что... Как срочно снимаем, как свинью. Давай, Свет. Катя. Когда погрыкиваешь, все вкусней. Он вкусный. Крем, крем. Нет, он вкусный, да. Он нежный. И вот эти самки, сами свежие ягоды. Они прям хорошо сушены. Вы понимаете, то есть на что мы планировали, вот что он вкусный самый. Пока это и получили. Да ну давайте две грустинки. Ну что, на них даже нет ничего. Нет, кстати, один из них вот с начинкой. Вот, вы фисташку уже пробовали, другую. Один ванильный, другой фисташковый. Теперь пробуйте эту. Пробуйте. Пробуйте. Пробуйте, пожалуйста. Ну он тоже не свежий, я правильно понимаю? М-м-м, он свежий. Это такое тесто другое. Вот, которая предыдущая была фисташка, она была примерно сладкая, а это нет. А это, мне кажется, даже чуть подсоленая какая-то такая. Вот это вот вкусная фисташка. Я все-таки настаиваю, что вот эти должны быть дороже остальных. Да, сама фисташка, вот эта вот намного вкуснее. И там была химозная, а эта очень похожа на натуральную. Ой, не так заговорщицкий, сейчас такие 50 рублей. Мы должны интригу поддерживать. 50 рублей. Мы стараемся. Киоск какой-нибудь у Вовы какой-нибудь, я не знаю. У Вовы. А здесь, извините меня, забыли положить. А это обычный, короче, вот классик. Что? Ну возьми, вот возьми этот. Так, здесь вот с этой стороны есть, а здесь нету. Ну вот не до конца. Они, видимо, по двум крайчикам. Ну, кстати, у меня вот такой же разрез вот здесь есть, тут нет. Очень странно. Ну, по вкусу он хороший, он приятный. Что из этого лучше и что самое дорогое? Меньше всего по вкусу. И что, на ваш взгляд, дорогое, а что дешевое? Вот, и примерно скажите, сколько может стоить за штуку самое дорогое? Первое, это четыре. Вот это третье, которые были золотом. Ромашка второе, то первое. Я на самом деле согласен с расстановкой. Вот я сейчас вас запишу. Катя, Игорь, это первое место? Первое, первое. Первое. По-вашему, сколько стоят? Ну, сто-сто двадцать. Я думаю, что они недорогие на самом деле. У меня, наверное, двести пятьдесят, да. Двести пятьдесят, да. Ну, вот так, понятно. Золото, я думаю... Но меня здесь подкупила именно фисташка, потому что вот она именно такая вот. Ну, она была не пляжа. Золото. Золото, это у вас... Я думаю, это стоит сто восемьдесят рублей. Но я их на третье место поставил. И я на третье. А, то есть на третье место. А стоят они, ну, наверное, рублей двести. Так. Вот это ромашка тут была. Да, тут была ромашка. Ромашку я поставлю на второе. И я на второе. Да. И рублей сто пятьдесят они. Ну, да. И ты согласен тоже сто пятьдесят? И ты тоже на то же самое место ставишь. Да, да, второе место. У вас должна быть хоть какая-то? Ну, да что? Мы не договаривались. Хотя, блин, там вот декор есть. Так бы я дал бы им сотку. Я понимаю, что они не могут стоить дешевле. Так, у вас у обоих на четвертом месте. Это единственное. Стоит пятьдесят рублей. И как пятьдесят рублей. Они стоят рублей девяносто. Я просто не верю, что в Ростове будут такие дешевые эклеры. Это кондитерская, которая называется Ветрово Вип Бейкери. Подожди, это то на Горького? Вип Бейкери. Это на Горького. Это, да, самые дорогие эклеры. И они стоят двести восемьдесят рублей за что? Ребят, на всякий случай напоминаем, что у нас слепые, непредвзятые были пробы. Я была уверена, что это куплено вот где-то типа в пятерочке. Вот эти вот, ну как они называются? Знаете, когда пластик упакован? Ну, в Филип Бейкери вот эта фирма, по-моему, как-то так и называется. Катя дала за эти эклеры девяносто рублей, Игорь пятьдесят. А мы по двести восемьдесят за штуку. А мы заплатили двести восемьдесят за штуку. Место номер три у вас получается тоже. Это золото, да? Это золото. Это заведение называется Булки и торты. А где оно находится? Оно находится недалеко от трех орешек. Оно новое и только открылось. И мы скажем вам, что нам там очень понравилось. Нам очень понравилось. Там интерьер? В смысле, сам. Там интерьер хороший, там очень вкусный кофе и дешевый. Дешевый. На удивление. Кофе авторский стоит двести двадцать рублей. Так, я хочу кофе попробовать. Прямо это я уже ищу. Давай, давай цены, которые дали Игорь и Катя. Так, Катя сказала сто восемьдесят рублей, Игорь сказал двести рублей. Но они стоят по сто тридцать рублей за штуку. Но я больше этого тоже не ела. Но это было невкусно. Но если смотреть за сто тридцать рублей, то это даже... Ну, это хорошо. Несмотря на то, что нам очень понравилось там, я согласна, что эклеры не очень. Ну, тесто само, да, тесто действительно, оно какое-то вот прямо от самых дешевых эклеров. Ну, они зато красивые, да. Ну, они красивые. На втором месте. Там вообще не стараться. Так, внимание, барабанная дробь. На втором месте. Итак, место номер два. Это романтика. Это культ эклеров. Вы угадали, что тот эклер, который вы говорили, как из культа эклеров, он из культа эклеров. Ну, вот я знала, что тут будут... Сникерс, который... Да, получается, что вы дали стоимость... Катя сказала 150 за штуку. Игорь сказал 100 за штуку. Но эклерчик, который вам понравился, да, вот это, который ромашка, что-то такое, манго-ромашка, по-моему, он... Да. Так. Они стоят по 160, ну, 159 рублей за штуку. И ванильный 99. Ты прям вот в точку попала практически со стоимостью. Так. Ну, и барабанная дробь. И получается вот эти самые вкусные, да? Да. Еще раз. Я уверена... Первое место, это самое вкусное. Я сейчас уверена, что это какая-то сетевуха на самом деле. Первое место. Или вагалик, или кекс. Первое место. Так нелюбимый. Ненавистный Екатерина Евгеньевна кекс. Я его не люблю, потому что там кофе плохой, не надо. Ну, сразу оправдания пошли. Короче, это эклеры из кекса. Стоят они ваниль, фисташка 120 рублей, а остальные по 140. Ну, опять-таки, Катя сказала 120 рублей, Игорь сказал 250. Боже мой. Я согласна, мне понравились больше всего вот эти. И ромашковый, и скульта, и клера. Ромашковый вообще, это любовь просто. Ну, куча клера, я поняла, вы их, вы еще взяли специально так, что три вкуса нам были незнакомы. И один вот этот сникерс. Те, которые мне у них нравятся, я бы их все узнала. Ну, поэтому я их и не брала. Ну, по сути, мы самые дорогие, самые дешевые поменяли места, да? Да. Получается, что так. Ну, в общем, ребят, не все самое дорогое, самое вкусное, и не все самое дешевое, самое невкусное. Поэтому обязательно пробуйте сами и делайте выводы сами. Мы выбирали-то тоже места, где есть эклеры, их продают много, то есть там они прям занимаются эклерами. Самый вкусный это кекс. Да. На удивление. Да, это самый вкусный эклеров. Ну, и культ эклеров тоже хорошо. Да. Да. Там интересный вкус. Все, вы довольны? Я в шоке. Вам было интересно? Я в шоке, на самом деле. Я дороже эклеров в Ростове вообще не видела, это самое дорогое. Так я, в принципе, мне кажется, в жизни не пробовала таких дорогих эклеров. И больше не будет. И жаль, что они такие. Ну что, спасибо, что вы посмотрели. Надеемся, это видео вам понравилось. Да, вы с нами тоже поняли. Мы обязательно будем пробовать еще. А в комментариях пишите, какие продукты нам еще попробуются. Особенно мне понравилось ходить и выбирать. Да, нам со Светланой еще... Ну, и вы видели, как мы выбирали, нам очень понравилось. Поэтому это было 5 часов. Ну, это было наше дело. Скажите, спасибо, что это было только 5 часов. Мы могли есть дольше, да. Вот, все, спасибо за просмотр. Обязательно пишите в комментариях, что нам еще попробовать. Ну, и свои впечатления от этой вот слепой дегустации. И были ли у вас случаи, когда вы очень много платили? Это было очень легко. Да. Мы уже обязательно рассказывали. Тоже пишите. Все, всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok